Двое украинских военных ранены сегодня на Донбассе. С начала суток боевики сосредоточили обстрелы на Луганском направлении. Били в том числе из запрещенного оружия. А вот в районе Донецка украинским бойцам удалось продвинуться вперед и улучшить свои позиции. Все детали расскажет Геннадий Вивденко. Освобождены еще несколько километров украинской земли. Разговаривать здесь можно только тихо, потому что до врага 400 метров. Может услышьте, открыть огонь. До Донецка всего 5 километров. Несколько месяцев назад под носом у боевиков наши военные обустраивали укрепрайон. Бойцы 30-й отдельной механизированной бригады нашли брешь в обороне противника. Зашли в тыл и закрепились. Продвинулись вперед в районе поселка Славное, неподалеку от южных окраин Донецка. Вся операция прошла без потерь. Военные это называют улучшением тактического положения. Продвижение за противником, как уже говорили, что мы спостерегаем их на процентах. 70, я считаю даже, можно сказать, что 90. Их не подвоз продуктов, даже изменения, когда у них приходит або ротация. Так же считать, что часть территории Украины, хоть маленькая, но по клаптику, по шматку, так кажется, вытяпали то, что наше есть. То есть мы делаем лишь то, что берем, что и наше. Противник даже не догадывался, что у него в тылу ведутся фортификационные работы вооруженных сил Украины. Теперь враг в оперативном окружении в этом районе. У них сейчас паника. Реально сейчас противник понимает, что над ним нависает. Я так просто скажу, что и сейчас мы готовимся принимать какие-то его контрдии. Придя в себя, противник пытался выбить армейцев с позиции, однако понес потери и отступил. Можно немножко бояться, что мы так круто до них подошли. Были осторожны, а там уже увидим. Несколько месяцев в тылу оккупантов под укрытием маскировочных сеток украинские бойцы рыли сеть траншей. Только сейчас командование объединенных сил позволило обнародовать данные о спецоперации. Как говорят сами военные, достойно войти в учебники по ведению современной войны. Геннадий Вивденко, Богдан Савруцкий, Анатолий Воробей. Подробности телеканал Интер из Донецкой области.